здравствуйте что может способствовать появлению растяжек в период беременности почему кремы от растяжек не работают как лечить растяжки я уверена что многие из вас слышали либо уже лично столкнулись с проблемой появления растяжек этих красных бордовых розоватых фиолетовых полос которые чаще всего возникают на более поздних сроках беременности иногда даже просто молниеносно в течение пары дней в области груди бедер живота растяжки возникают в результате активного растяжения и разрывов волокон коллагена и эластина нашей кожи что этому способствует ну во первых конечно же стремительно увеличивающийся вес нашего тела в результате роста малыша у нас животике особенно этот процесс активно протекает в третьем триместре беременности на более поздних сроках и именно поэтому риск возникновения растяжек повышается с увеличением срока беременности конечно же одну из главных ролей играет наследственность или генетическая предрасположенность поэтому если ваша мама бабушка столкнулась в период беременности с растяжками то с большей вероятностью что и вам удостоена эта участь полки косметических магазинов просто пестрят огромным количеством средств которые обещают нам помочь и предотвратить растяжки избавиться от них так что же делать может быть можно купить вот этот волшебный крем от растяжек начать активно и мазаться и возможно он действительно нам поможет от них избавиться на самом деле из всех многочисленных ингредиентов которые прошли огромное количество исследований лишь витамин е показал небольшую эффективность в отношении борьбы с растяжками поэтому я однозначно рекомендую вам выбирать крем для тела который вы будете наносить на те места где есть растяжки и следить чтобы в его составе был витамин е поэтому не обязательно приобретать специальный крем который предназначен для борьбы с растяжками мы можем применять специальные увлажняющие успокаивающие и снимающие раздражение и воспаление на коже кремы которые носят название эмаленты или эмалиенты давайте посмотрим что должно входить в состав вашего увлажняющего крема для кожи который мы можем применять для борьбы с растяжками конечно же здесь должны быть самые главные компоненты а именно триглицериды фосфолипиды конечно же здорово если здесь будет масло ши мы с вами знаем что кожа в период беременности кожа нашего тела обладает повышенной чувствительностью очень легко раздражается сохнет поэтому надо ее максимально увлажнить в том числе и в тех местах где есть растяжки и если в составе вашего увлажняющего крема эмалента будут присутствовать масла масла ши и конечно же если будет присутствовать витамин е то это будет запускать постепенный медленный процесс восстановления кожи наносите кремы эмалиенты на места где есть растяжки два три раза в день ежедневно и помните что начинать бороться с растяжками надо уже на самых первых этапах их появления ни в коем случае не нужно ждать например когда вы закончите кормить грудью спустя там 6 месяцев или год за этот период с растяжками справиться уже потом будет очень и очень сложно особенно когда они становятся более бледными более светлыми начинаем борьбу с растяжками как только они появились все кремы эмалиенты все увлажняющие кремы в том числе и такой ингредиент который способен работать против растяжек как витамин е можно применять как в период беременности так и в период кормления грудью поэтому не бойтесь применять такие кремы для того чтобы максимально восстановить вашу кожу после родов и чтобы помочь ей бороться с возникшими разрывами волокон эластина и коллагена в виде растяжек какие косметологические процедуры можно применять и какие еще кремы могут нам помочь если у нас стоит острая проблема борьба с растяжками это различные косметологические средства в составе которых есть витамин c и кислоты кислоты если их небольшой процент в составе крема мы можем применять даже в период кормления грудью ретиноиды великолепно работают в борьбе с растяжками но все кремы с ретиноидами особенно если это лечебные кремы как например адапалеин третинаин ни в коем случае нельзя применять в период кормления грудью среди косметологических процедур которые могут нам помочь борьбе с растяжками я бы выделила пилинги поверхностные пилинги можно проводить в период кормления грудью срединные и глубокие мы оставим на тот период когда мы закончим этот важный процесс кормления для вашего малыша различные лазерные процедуры здесь конечно же все зависит от вашего порога чувствительности их разрешается проводить в период кормления грудью но здесь нужно решать индивидуально в зависимости от ваших ощущений и конечно же консультироваться с косметологом инъекции коллагена они отлично помогают бороться с растяжками но ни в коем случае различные инъекционные процедуры не рекомендуется выполнять в процессе кормления грудью поэтому давайте оставим все инъекционные процедуры на потом дорогие мамы помните что не все процедуры которые будут эффективно использоваться в борьбе с растяжками разрешены к применению в период грудного вскармливания будьте внимательны подходите к этому с умом и обязательно консультируйтесь с вашим лечащим доктором и и и и и и и Продолжение следует...